Необходимо их немедленно расстрелять и широко оповестить об этом населении. Что-то вспомнилась своя же фраза, нескромно, но, так сказать, сюда она годится, что вот по поводу народа населения, что рождаемость у нас падает, потому что оргазм мы достигаем только во время воровства. Вот, понимаете, если бы его достигать в процессе, так сказать, пополнения населения, то тогда задача была бы выполнена. А действительно, что здесь, как с ним бороться? Для этого, ну, наверное, в первую очередь нужны философы, люди, которые могли бы с высоты птичьего полета, может быть, и выше взглянуть на всю нашу ситуацию. Я, видимо, опять приду к этому воспитанию нравственности, потому что древние способы сворвал, отрубили руку. Ну, ничего, ну, будут у нас какие-то безрукие олигархи. Мне даже не хочется обижать людей, называя их олигархами. Вот те жаднорукие, они как, я не знаю, Змей Горынч, вот она трех головах, эти многорукие. И может завросло отрубить одну руку, у нее еще 10 вырастает. Вот они и будут это хапать. И надо не просто какая-то формула осуждения, мы боремся с коррупцией, мы боремся с коррупцией. А вот я, я сам чем могу, так сказать, в этом смысле помочь, или я должен оглядываться на, так сказать, правительство и говорить, ну, что же вы там, ребята, долго что-то вы боретесь, и все время, так сказать, какие-то успехи, а с коррупцией все хуже и хуже. А с вырастом все лучше и лучше, так сказать, да? Но нужны какие-то строгие меры, потому что это уже эпидемия. Вот, а во время эпидемии вводятся какие-то строгие запреты, карантины, какие-то зоны. Не знаю, если бы можно было, да, вывести какую-то формулу, что вот это взять, перенести туда, а этому двум турям отрубить руки, и все, конец придет коррупции. Вряд ли такая формула есть. Я думаю, ну, мне кажется, конечно, люди, которые сидят у нас там в Госдуме, скажем, принимают законы, они же не враги народа, они законы принимают правильные, достаточно. Значит, может быть, их каких-то не хватает, но ведь это ползадачи принять эти законы. Даже меньше, чем ползадачи. Такая четвертинка какая-то, а надо выполнять эти законы. И они должны быть достаточно жесткие. Если у тебя заработок какой-то большой, отчитайся, откуда у тебя. Так в развитых странах мы все время киваем там на Америку, скажем, да, что вот смотрите, а там купил ты дорогой костюм за сколько-то тысяч долларов, будьте любезны, а на какие шиши вы это купили? Я знаю, что у нас вроде бы пытались ввести закон, когда, так сказать, за покупку в 10 тысяч долларов, какой-то нужно было дать отчет. Не получилось, было предложено 20 тысяч долларов, да. Я думаю, как не поднимай, а все равно не ясно. Если у тебя при окладе, я не знаю, пусть 3 тысячи долларов, а особняк стоит за 2 миллиона долларов, то трудно отчитаться. Поэтому закон-то и не принимается. Создается такое впечатление, что у тех, кто не принимает, у самих, что называется, в пуху. Вот, значит, я вижу только одно. Правильные законы и жесткое, жестокое выполнение их. Перед законом все равны. И ты, человек, сбивший пешехода, когда он по зебре переходил там на зеленый свет, и ты, который, я не знаю, там в ЮКОСе, какой-то большой нефтеначальник. Одинаковый. Вот что мне нравится, там министр, поп-звезда, бывший президент. Всех под суд, если что-то всплыло. Вот это закон есть. Никакой пощады врагам. Расстрелять, не жда одного, как вешеных собак. Смерть измельником Родины.